Привет, друзья, как всегда, с вами Намко, что-то я приболел маленько. В общем, пиздец, как меня заебали эти пидоры, которые играют на этих четырёх тысячах, это невыносимо, блядь. Я думал, что на трёх тысячах играют конченые долбоёбы, но, ребят, я ошибался. На четырёх тысячах долбоёбов ещё больше, и игра здесь гораздо сложнее. Гораздо сложнее не потому, что люди лучше играют, а потому, что слишком много мусора, который не играет на этот рейтинг вообще, блядь. По разным причинам. Либо это калибровка, либо это покупка аккаунта, либо там друг дал кому-то погонять. По разным причинам. Слишком много мусора, который не играет на этот рейтинг, но он там, сука, играет. И даже бог с ним. Проблема в этом, конечно же, но бог с ним. Ещё с этим можно было бы как-то мириться, как-то там играть. В кавычках, играть, блядь. Но если бы я не сидел через пять игр в лоу-приоритете. Ну, не через пять, хорошо, там, через десять игр в лоу-приоритете. Десять игр в рейтинге. Играю, лоу-приоритет. Десять игр играю, лоу-приоритет. Блядь. Вот сейчас у меня пять игр лоу-приоритета. Мне дали его ни за что, вообще, абсолютно. Абсолютно, блядь. Смотрите, значит, последнее видео я снимал, у меня было 4300, сейчас 4300-75. Было почти 4500, я послевал всё. Короче, две последние игры, где я был за репорчен, за меня играли вот такие вот уёбки. Вот на квапе 0.10 просто парень ходил фидить. И предыдущая квапа. Вот, я на аксе сыграл 0.6, квапа 0.4. У нас, короче, я, конечно, сыграл здесь плохо, я не спорю. Но я здесь не играл, потому что у нас был пикнут последним пиком не саппорт, а лесной тролль. Вот, понимаете, визаж мид, вивер типа кэрри, мы с квапой наверху, тролль в лесу. У нас не было саппортов, я сразу понял, что это проёб. Плюс, там, человек какие-то ники себе пишет, а левые, блядь, где-то спизжены. Где-то я видел этот ник или слышал. Короче, я сразу же понял, что здесь нет смысла играть. И, как бы, и плюс, я пошёл в верхний лес, за мной, блядь, всю игру тренд бегал. Всё. Я здесь не играл, да, у меня счёт 0.6, и, в принципе, мне похуй. Самое главное, что вот эта тварь, вот, я не гоню там, ну, тролля, ну, визажа вообще не гоню, потому что он пытался, он единственный из нас, кто пытался играть. Остальные просто ничего не делали. Вот эта тварь с самого начала начала делать хуйню. С самого начала. Она, допустим, идёт противник пушить, а на ульт даёт около них. Специально около них. Не в них, а около них. То есть, мы вот так драки проявывали. Специально. Типа, блядь, на зло, я не знаю. Ну, там играет девочка или девочка десятилетний мальчик, блядь, который на что-то обиделся. В общем-то, с самого начала было понятно, что играть здесь смысла нет. Следующую игру нахожу. Квопа. С первой же минуты идёт фидит. Просто 10 раз нафидила и ливнула. И мне даётся ЛП. Потому что я не молчу. Я говорю, пидорас, я тебе после игры кину репорт. И за то, что я это говорю, мне, соответственно, эти пидоры, которые выходят, они мне кидают репорты, на которых я гоню. ЛП, за что? За то, что я играю вот с этой мразью, которая просто с первой минуты пошла, пофидила и вышла? За что мне? За что, блядь? За что ЛП? Какого хуя я должен сидеть в ЛП? Почему не в Райт Кинг лесной? Почему не Тренд? Почему не лесной хуясос на Некре? Почему я должен сидеть в ЛП? Я что, блядь, фидить ходил? Нет. Квопа, понятно, она в ЛП, она ливнула. И она, скорее всего, на меня нажаловалась. А почему, блядь, я должен тратить 2 дня, 2 ебаных дня, сидеть, отыгрывать лоу-приоритет? Почему я должен это делать? Какого хуя? Какого хуя я должен тратить свое время, блядь? Мне не 10 лет, у меня нет свободного времени, миллион часов. Я взрослый человек, я не могу тратить столько времени на то, чтобы сидеть, блядь, и отыгрывать ебаных лоу-приоритет. Мне не впадло там играть. Я, как бы, всегда говорил, что, в принципе, игры в рейтинге, в лоу-приоритете мне не напрягает. Но я не понимаю, я не хочу играть, я не хочу играть просто так. Максимум, во что я играю в доте, это в рейтинг. Тратить 2 ебаных дня на то, чтобы отыграть игры, которые я не должен отыгрывать, которые я незаслуженно получил, блядь. Какого хуя я должен тратить это время? Это я не понимаю. Я отыгрывать лоу-приоритет вчера я пытался, но я... Ну, я заходил, просто ходил фидить, в надежде, что моя команда затащит. Но не, нихуя такая хуйня не прокатывает. Я потратил слишком много времени и, блядь, плюнул, короче. Играть, стараться, пытаться отыграть эти ебаные 5 игр, я не хочу, потому что я понимаю, что я потрачу на это целый день. Да, может быть, повезет, и может быть, я там 5 игр по 20 минут выиграю. Но это бред, и такое бывает редко. И люди в ебаном лоу-приоритете тоже пытаются выиграть, тоже вылезти хотят. Поэтому там все более-менее стараются, и 5 по 20 минут там нихуя не будет. Я это понимаю, и понимаю, что на это потрачу целый день, это минимум. А то и 2, если все хуево пойдет. Поэтому я даже не собираюсь его отыгрывать, мне просто нахуй все заебало. Хотел спросить, есть ли какие-то варианты, чтобы отыграть этот ебаный лоу-приоритет максимально быстро и ненапряжно? То есть, просто играть игру за игрой, я уже сказал, что я не буду его отыгрывать, мне похуй. Пусть закончатся мои прохождения, блядь, ебаного ММРа на этом этапе. Потому что я не согласен с этой хуйней абсолютно. Не буду тратить свое время, блядь, на это говно. И через каждые 10 игр сидеть лоу-приоритет и пошел нахуй этот ебаный ГБН, который придумал эту хуйню. Система репортов, она крайне уебищна. И там слишком много людей сидит незаслуженно. Я понимаю, что каждые 10 игр я попадаю в лоу-приоритет. Я понимаю, что на это трачу слишком много времени. Это слишком много времени занимает в моей жизни. Просто выкидываю, просто вот день-два я могу выкинуть просто из жизни, чтобы отыграть этот лоу-приоритет. Нахуй оно мне надо, я не дебил. Раньше, в принципе, я на это не обращал внимания, но сейчас я понимаю, что это вообще не серьезно. То, что сейчас через каждые 10 игр меня кидает лоу-приоритет, не иди нахуй. ГБН я не собираюсь играть в это говно. Если есть какие-то варианты, как можно быстро отыграть лоу-приоритет, напишите в комментариях. Не знаю, может какие-то программы есть, может там какие-то лазейки, может с ботами. Не знаю, раньше были лазейки, сейчас что-то я не слышал об этом. Может быть нет, может быть есть. Напишите в комментариях поподробнее желательно, если есть какие-то способы. А так, я сам лично отыгрывать эту хуйню не буду, потому что, нахуй, я устал. Я понимаю, что целый день, целый день сидеть, блять, за компьютером, я могу слишком многое сделать за целый день, чтобы, блять, отыгрывать эти игры. Нет, нахуй, это бред, это просто бред. И, кстати, хотел сказать по поводу подбора, подбора игроков. Кстати, а вот как дается, сейчас я по подбору игроков скажу. Как дается, как дает слово приоритет? По каким, по какому количеству жалоб? А, пять человек пожаловались на вас в трех играх? Типа так это. По каким параметрам лоу приоритет дается? Потому что у меня типа пять жалоб, это вроде как немного. А мне все равно дали ЛП. Что-то как-то странно. Так вот, по поводу подбора игроков, ребят. Подбор игроков на рейтинге осуществляется нихуя не рандомно. Это я клянусь. Он не рандомно осуществляется. Игроки кидаются в одну команду и в другую команду по определенным каким-то критериям. Это сто процентов. Поэтому, типа сказки насчет там скрытого пула, еще что-то, это не сказки. Это нихуя не сказки, мне кажется. Ну, я, конечно, не утверждаю, но подбор, он точно не рандомно проводится. Потому что слишком много раз я замечал, что вот последние, смотрите, четыре дня, я играю с отбросами. Вот все игры с отбросами. Вот в моей команде по-любому есть пидор, из-за которого я должен проиграть. Последние четыре дня. И это вот... Ну, до этого игры шли нормально, достаточно быстро, а по ММР. Но сейчас в день у меня выходит, не знаю, 25 рейтинга, 0 рейтинга, 50 рейтинга. Крайне мало. Из-за того, что за меня кидает пидоров. Постоянно кидает пидоров, из-за которых я должен проебать. Конченых пидоров. Подбор игр проводится не рандомно. Вот с вас, кто замечал, кто замечал. Вот смотрите, вы играете игру против... Допустим, вы ее проигрываете, да? Но вы играли более-менее нормально. В команде противников был конченый утырок, который, ну, просто, блядь, на кэррич играл 0-10. Ну, к примеру, там, может, у него был более-менее нормальный счет. Ну, плохой счет. Плохой счет. Но не 0-10, там, 5-10, допустим, да? Ну, в целом он играл плохо. Но все равно он выиграл. И кто замечал? Кто замечал, что в следующей игре, когда вы сразу же, там, после завершения игры нажимаете поиск, в следующей игре этот утырок кидается за вас. Вот смотрите, вы играете игру, вы проигрываете. В команде противника утырок, который не умеет нажимать кнопки на кэрри, допустим, у него отрицательный счет. В следующей игре он за вас. Кто замечал такую хуйню? Я постоянно такую хуйню замечаю. И что вы мне скажете после этого, что рандомно все проводится? Нихуя. Нихуя не рандомно. Каким-то, по каким-то критериям отбираются люди. По каким-то критериям 100%. Это прям... Вообще прям 100%. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях по поводу отмойки лоу-приоритета. Фу, как-то я уже, блядь, заебался. Не знаю, очень сложно, ребят, играть на этом рейтинге, блядь, реально сложно. Просто... Играю на нем до сих пор, потому что не сгорел. Держусь, креплюсь, но слишком много мусора, реально слишком много. Очень трудно играть. Когда ты, блядь, стоишь селедкой в харде и выносишь больше, чем твой кэрри или мидер, это очень трудно. Выигрываемые игры. Постоянно от них подгораю, но как-то стараюсь держаться. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Намко. Печально. Я говорю, если способа отыграть лоу-приоритет нет, то играть не буду в рейтинге. Я не буду его отмывать. Может быть, с течением времени он сам спадет. Через месяц, полгода, год, но играть я не буду. Сам спадет, окей, я подожду, я никуда не тороплюсь. Мне похуй. Сам играть нет. Я просто понимаю, что я его отыграю и сыграю 10 игр, и опять там буду. Слишком много времени тратиться на это. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Затянулся видео. Подписывайся на канал. Естественно, не будьте раками. Всем пока.